Компания Skoda восстановила 110-летний спортивный автомобиль. Чешский автопроизводитель Skoda, компания с длинной историей, ей уже 122 года. В начале компания называлась Лаурином Персант Климент, и ее самой спортивной моделью в 1908 году была БСМ и дел мощностью 12 лошадиных сил, выпущенная всего в 12 экземплярах. В последние же два года Skoda занималась реставрацией единственного сохранившегося автомобиля старой модели. Вацлав Лаурин и Вацлав Климент основали компанию, которая позже получит название Skoda, в 1895 году в Молода Болеславе, и первоначально она занималась производством велосипедов. К 1899 году Лаурин и Климент начали делать одни из первых в мире мотоциклов, а в 1905 взялись за производство машин. К 1908 году, когда и была создана модель БСМ и дел, компания производила уже по 500 машин в год. БСМ и дел считалась самой спортивной машиной компании, оснащалась силовой установкой мощностью 12 лошадиных сил, обычные автомобили серии БС выдавали лишь 10 ЛС. На тот момент она продавалась за 5500 австро-венгерских крон, с учетом инфляции это приблизительно 75 тысяч долларов в переводе на сегодняшние деньги. Машина, попавшая в итоге к Skoda для реставрации, появлялась в нескольких фильмах, в том числе в картине Дидичака «Аутомобил» 1957 года режиссера Альфреда Радака. С учетом множества модификаций, которые машина получила за свою длительную историю, Skoda решила переработать мотор, трансмиссию и шасси автомобиля с использованием максимального количества доступных оригинальных деталей, а также построила новый кузов, используя старые чертежи. На данный момент автомобиль представлен в музее Skoda в Млада Болеславе, в том же самом здании, где машину произвели примерно 110 лет назад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok